Добрый вечер, уважаемые друзья. Начинаем программу «Во всеуслышание». Сегодня вместе со мной в студии находится Давид Тархан Маурави, лидер Альянса Патриотов. Я вас приветствую, Падон Давид. Спасибо, что вы здесь. Падон Давид, по интернету, и не только по интернету, по средствам массовой информации, гуляет одна такая информация. Якуби вам выделили 8 миллионов долларов из Москвы. Внушительная сумма, я бы сказал, но такая сумма хватит для того, чтобы достичь какой-то определенных целей в выборах. Понимаете, в чем дело? Вы знаете, что мы опросили миллион двести тысяч человек. Миллион двести тысяч человек заполнили анкеты, в которых записаны фамилии, имена, паспортные данные, адреса, где они пишут, хотят ли они военный нейтралитет, поддерживают ли они военный нейтралитет наподобие Австрии, Швейцарии, Финляндии. Хотят ли они прямого диалога с Москвой, с Ухумом, с Хинвали, с Ухумом, с Хинвали. И в конце какую партию они поддерживают. Кроме того, 750 тысяч человек, вы вдумайтесь в цифру, 750 тысяч человек сделали аудиозапись, в которых прямо даются вопросы на эти ответы. То есть, понимаете, кто-то может сказать, что мы не знаем эти миллион двести тысяч бумажек правильные, правда, неправда эти анкеты. Но аудиозапись, их никто не может опровергнуть. Какие данные мы имеем? Мы имеем такие данные, более 65% нашего населения сегодня за военный нейтралитет вот такого австрийско-швейцарско-финского типа. Это значит, что Грузия не должна вступать ни в какие военные блоки. Это значит, что на территории Грузии не будет военных баз с участием иностранных государств. Это значит, что учения на территории Грузии с участием иностранных военных не будут проводиться. 70%, более 70% поддерживает прямой диалог. Вообще создание формата такого. Тбилисия, Сухоми, Цхенвали, Москва. И, кроме того, по партийной линии мы на первом месте, наша власть грузинская мечта на втором месте. И вот Саакашвили, Букерия, все эти люди очень далеко, я могу прямо озвучить, 3,5%. Это приблизительно рейтинг партии Михаила Саакашвили. 3,5%. А у партии Букерия менее 1%. А у них всех вместе взятых? Еще 32 партии там. Все партии вместе взятые меньше, чем 8,5%. То есть мы опережаем в несколько раз все партии вместе взятые. Безусловно, это не могло вызвать гнев не только самих Саакашвили и самих Букерия этих людей, но и гнев тех людей, которые покровительствуют им в Америке или в Европе, или неважно где, в Азии или в Африке. Ну, целый ряд политиков в Соединенных Штатах покровительствуют этим людям. Причем там есть сильные политические группы. Америка вообще сложная очень в политическом плане страна. И там есть такие сильные, влиятельные политические силы. В том числе есть совершенно непонятные силы такие, псевдолибералы. Это даже не псевдолибералы, а либерасты, я бы сказал. Например, такие как Сорос. Вот все эти люди их поддерживают. И все это сейчас, вся эта команда в бешенстве. Поэтому мы видим сейчас, мы были готовы к какому-то штурму, к каким-то нападениям. Ну, что мы сейчас видим? Есть некий сайт, российский сайт какой-то там, досье. Вы бывали на этом сайте? Очень интересно посмотреть. На этом сайте написано, что все, что опубликовано на этом сайте, сами владельцы сайта не несут никакой ответственности за то, это правда или неправда. Они сами заявляют об этом? Там прямо написано, что вот материалы, которые на этом сайте опубликованы, мы не несем ответственности за правдивость этих данных. Это хорошая формула для того, чтобы говорить что угодно. Там написано о том, что нас консультируют российские консультанты. Вы поймите, нас действительно консультируют российские консультанты, но не только российские, и израильские консультанты, и, кстати, американские консультанты тоже консультируют. Что дальше? Все партии во время выборов, их консультирует кто-то, в том числе российские консультанты, Все эти годы консультировали, в том числе и Саакачвили партию. Но там не это главное. Потом идет разговор о том, что вот там консультанты, там составлены бюджеты. Любой консультант предлагает вам говорить те или иные предложения, предлагает вам делать те или иные клипы и любой консультант составляет для вас пессимистический бюджет на выборы, средний бюджет и оптимистический бюджет. В этом заключается работа консультанта и здесь нет никакой ни трагедии и самое главное нет никакого преступления. Но сайт как построен? Вначале идет речь о тех вещах, которые все знают существует и в этом нет никакого преступления, а потом идет, а вот эти бюджеты и откуда-то появился там бюджет, мы номер 8 на выборах и видимо к этому привязали 8 миллионов долларов бюджет. Вот эти деньги, значит, этот документ пошел к Путину и Путин выделит 8 миллионов долларов Альянсу Патриотов. Ну, что на это можно ответить? Понимаете, это не просто глупость, это выражение глупости, это выражение озлобленности со стороны как раз псевдолиберальных, псевдопедорастических партий, которых покровительствуют какие-то люди там Запада и вообще непонятно кто, которые просто в бешенстве от того, что они в сумме не набирают 8,5 процентов. Теперь нужно, значит, поднять тему о том, что там 8 миллионов долларов нам дает Путин, оказывается. Ну, это не только глупости, это просто называется черный пят, да? Ну, понятно, мы им отвечаем, а почему, может, нам Трамп дает 28 миллионов долларов, откуда они знают? Это все глупости. Ну, они приписывают, если Путин или Россия... Понимаете, здесь подстановка. В чем подстановка? Вот на таком-то сайте написано это. Потом, значит, какой-то российский... Это умножается. Потом российский эксперт выступает. Мы показали фотографии, это российский эксперт, который обнимается то с Букерия, то с Вашадзе, это кандидат от Саакашвили. То есть, это их человек. И говорит этот эксперт, вот, вы видели факты, нужно возбудить уголовное дело. Потом телекомпании, которые им принадлежат, делают сюжеты, а потом какой-то член партии от Саакашвили или от Букерия говорит, я сейчас обращаюсь в прокуратуру, чтобы их всех арестовали и сняли с выбора. Ну, я думаю, что прокуратуре надо заняться фактами совсем другими. Фактами того, как пытали людей в тюрьмах, как убивали людей в тюрьмах, это делали Саакашвили и Букерии. И как раз мы те люди, я, Ирма Инашвили, мы те люди, которые видеокадры опубликовали 8 лет назад и показали кадры пыток в тюрьмах, после чего как раз Саакашвили был вынужден уйти с должности. Поэтому прокуратуре надо этим заняться. Прокуратуре надо заняться... Не только этим, теми действиями, ну, к примеру, что интересно, вот 2008 год, да, для меня колоссальная трагедия, которая была в Цхенвале, войны и действия в Цхенвале. Если вы сейчас в Грузии скажете, что за этими военными действиями и за их началом стоит Михаил Саакашвили, то вас сразу обвинят, что вы предатель Родины. С другой стороны, есть резолюция Совета Европы, парламентские ассамблеи Совета Европы 16-33, в которой написано прямо, что именно Саакашвили и его власти начали военные действия, и эту резолюцию подписывают, подписывают как раз представители партии Михаила Саакашвили. Саакашвили сам заявляет об этом, заявляет. То есть он сам, то есть вне государства, там, Совете Европы, парламентская ассамблея, он об этом заявляет, а внутри он тебе говорит, что ты предатель Родины, если ты это говоришь. Вот мы имеем с таким двойным стандартом, а что нужно? Правовую оценку надо дать всем этим событиям вообще, в том числе и Цхенвальским. И эти люди как раз и должны сидеть в тюрьме. Поэтому, ну, нас ничего не удивляет сейчас. Мне смешно, даже некоторые вещи, вообще до смеха о том, что, например, что Ирма Енашвили перешла в Абхазию, вы знаете, она действительно была 18 августа в Абхазии, из Абхазии, оказывается, абхазцы перевели ее в Сочи, в Сочи, оказывается, она встретилась с Путиным, он дал Ирме Енашвили дипломат, в котором лежало там 2 миллиона долларов, потом она вернулась обратно. Ну вот, это же бред вообще, просто бред абсолютно. Это дешевый, даже не черный пиар, это дешевый пиар, абсолютная глупость. Просто полный дегенератизм, больше ничего. Что на это отвечать? Ничего не надо на это отвечать. Я прошу прощения, с одной стороны, да, вы точно все говорите, но с другой стороны, вы представляете, с чем мы имеем дело? Американцы вложили сюда огромные деньги за этих последних 30 лет, да? Огромную сумму они вложили сюда, в том числе политическую. Сейчас ваш электорат и вообще вся Грузия думает, наверное, что, а почему Россия тоже не захочет делать то же самое, выращивать своих тут, называете, захотите, пятая колонна, политическая сила? Честно говоря, нам сейчас анализировать то, что делает. Бесполезно я могу сказать одну вещь, что вот эта, вся эта история с какими-то опубликованными документами, бред, эти бумаги, абсолютная липа, и все теории о том, что сейчас, иначе в Илью Сочи встретилась с Путиным, и он передал ей миллионы дипломатах, это все абсолютная глупость, полный маразм. Это пиар-ход. И все эти попытки, мы идем в прокуратуру, понятно, это рассчитано на людей, многие не разбираются, просто люди ничего не поймут, но запомнят. Вот, в прокуратуру пошли, внесли какую-то бумажку, что патриотов нужно посадить, снять выборы, потому что Путин дал им 8 миллионов. Вот, что должны запомнить люди. На это ориентирована вся эта бредовая пиар-компания. Ну, с другой стороны, нас это не волнует, мы отвечаем на все эти вещи, показываем всю глупость всего происходящего, и это показывает еще раз то, что все эти люди в бешенстве от того, что у них нет никаких шансов. Народ давно от них отказался. Мы должны как раз в борьбе с этим прийти к выборам и перейти к победе. Вот к чему мы должны прийти. Хорошо, но чем они это объясняются? Вот Россия выделила вам эту огромную сумму, 8 миллиардов долларов, то есть миллионов долларов. Но зачем? Что Россия ожидает от вас взамен этого? Вы знаете, мы должны подходить к вопросу совершенно по-другому. Я еще раз говорю, что никакие 8 миллионов или тем более миллиардов нам никто не выделяет. В партии вы знаете достаточно серьезных бизнесменов, поэтому партия имеет финансирование. 14 человек, как минимум, в нашей партии, это такие люди, которые могут содержать 5 партий одновременно, не то что нашу одну. Это никак не связано с тем, за какие идеалы мы боремся. Это разные вещи. Я еще раз хочу сказать, с чем это связано? Во-первых, с тем, что мы на первом месте. Во-вторых, с тем, что наши мысли и наши предложения идут в разрез с тем, что хочется Акашвили, что хочет Букерия, что хотят их хозяева. Надо понимать, что политика, она меняется. Не бывает политика, которая не изменяется 50 лет. Все идет в ногу со временем. И мы должны понимать, что мы прошли определенный путь. Сегодня население отчетливо осознало, и я очень рад. И мы внесли тоже в это очень, возможно, решающий вклад. Люди осознали, что вот этот путь в НАТО, это путь в никуда. Люди поняли, во-первых, что нас НАТО никуда не примет, и они поняли, что самая реальная, самая хорошая политика сегодня для Грузии, это военный нейтралитет. Вот такой военный нейтралитет, как это, например, в Швейцарии или в Австрии, или в Финляндии, который все абсолютно конфликты для государства удалил. Более того, надо понимать, что военный нейтралитет, это же принципиальная вещь. Она подразумевает в себе неприменение силы, да? Это не просто какие-то слова. И вот этот военный нейтралитет, вот этот принцип неприменения силы, он должен быть зафиксирован в Грузии на конституционном уровне. И не только. Это те вещи, которые должны быть на уровне ООН закреплены, существуют и такие процедуры, кстати. И это, кстати, то, я уверен, это то, чего ждут от нас не только наши, вот не только грузины, а это ждут от нас и абхазцы, например, и осетины. То есть мы должны понимать, что принцип нейтралитета военного, принцип неприменения силы, это основополагающие вещи, которые могут вообще в регионе принести спокойствие. Я все время подчеркиваю, что вот нейтралитет, который в конфликте между Арменией, Азербайджаном, Грузией заняло, это был самый правильный и успешный политический принцип, который мы использовали за эти годы. Поэтому это первое, к чему мы должны стремиться. И люди осознали и поняли это. Это самое главное. И они это поддерживают. И это злит Исаакашвили, и Букерия, и всех их хозяев, неважно, они находятся за океаном, или они находятся в Европе. И неважно, что это за люди, это радикалы, экстремисты, или это педерасты, совершенно неважно. В общем, кто есть, кто есть. Ну, вообще, я удивляюсь, что в Грузии партия, которая агитирует за гей-революцию, я сейчас вот Букерия партию имею в виду, вообще такие партии, что появились в Грузии, меня уже это само, сам этот факт меня поражает. Это первое, что люди поняли, и это то, что для них приемлемо. И основополагающий принцип какой? Если мы не нормализуем отношения с Москвой, если мы не налажим, не наладим эти отношения, если мы не перейдем к чему-то хорошему, и будем находиться в постоянном напряжении, никакого будущего у нас не будет. И вот это Ваше Грузии вообще не будет. Достаточно для того, чтобы прикреплять Вам разные ярлыки и говорят какие-то чудеса. Вы поймите, мы уже не думая о том, какой ярлык будут нам прикреплять, мы должны понять простые вещи. Нам нужна нормализация отношений с Москвой, ни в коем случае нам никакие напряжения не нужны. Вообще нам всю пропасть надо ликвидировать по отношению с Москвой, и это для нас жизненно важно. Второе, нам жизненно важно. Вот понимаете, в стране полная нестабильность, да? Самое главное, первое, это колоссальный разрыв, колоссальный, я не знаю, отрыв, который нас отделяет, колоссальная пропасть, вот это более правильное слово, которое нас отделяет от Москвы. И напряжение, и постоянные военные стычки, и какие-то конфликты. Нам это не нужно, это члевато полным разрушением и потерей для Грузии. Все возможно. С другой стороны, наступление Турции на Аджарию, это другие проблемы. Третье, колоссальный разрыв, понимаете, мы никогда не пытаемся оценить реальность, и мы же должны, наконец, увидеть какие-то реалии. Прошло 27 лет, 27 лет конфликтов с Ухуми, с Хенвали, с Абхазами, с Осетинами, наконец, другая реалия вообще наступила, другие реалии, мы их разве не должны осознать. Поколение, три поколения людей выросло, которые друг друга вообще не знают. Наоборот, вражда между ними растет. Для чего нам, вот вражда будущих поколений, зачем это нам нужно? Поколение, которое никогда, вот абхазцы не видели, Грузию никогда, Твилис не были никогда. И наше, грузинское поколение, которое абхазы, с Хенвальными видели. Мы давно уже потеряли друг друга, давно появилась огромная пропасть, и она усугубляется каждый день. Зачем это нам нужно? Вражда растет в молодых поколениях, зачем это нужно? Непонятно никому. Существует целый ряд, я вообще не говорю сейчас ни о каких политических вещах, я говорю о том, с политической точки зрения, мы должны осознать, новая реальность существует. Надо понять эту реальность, и вот самая ключевая фраза, которую все должны правильно понять, в отношениях с абхазами и осетинами. Никогда не может быть применена сила, как раз я вначале говорил о нейтралитете, о принципе неприменения силы. Мы должны другое понять, справедливое решение. Вот я 20 раз подчеркиваю, справедливое решение должно быть найдено. Оно должно быть справедливо, в первую очередь, и для самих абхазов, и для самих осетин. Справедливое должно быть решение. Для всех справедливое, для нас оно должно быть. Мы должны сесть и чисто по-человечески, из принципа справедливости поговорить. И такие должны быть решения. Решение не может быть справедливым, если его какая-то сторона не принимает. Оно должно быть именно справедливым для всех. Это выход. Выход это, а не то, что растет. Есть миллион гуманитарных вопросов, которые как раз принципу справедливости противоречат. Понимаете, там есть вопросы элементарно со здоровьем, жизнью людей связанные. Есть вопросы, связанные с культурой. Есть вопросы, которые связаны с наукой. Есть вопросы, которые связаны со спортом. Есть вопросы, которые связаны с чисто человеческими отношениями. Монетарные, да. Все эти вопросы, они не только не решаются все эти 27 лет. Разрыв растет. И общество не стремится к их решению. Например, мне очень больно, что грузинское общество не стремится определиться в этих вопросах. В конце концов, мы должны все... Вот должен быть очень широкий диалог внутри нашего общества. Грузины должны четко понять, чего же они хотят. Они должны очень четко определить свое отношение к этим вещам, повторяю, основываясь на принципах справедливости. Не на том, что я просто так хочу или ты просто так хочешь, а на том, что справедливо, как справедливо и чего мы в конце концов хотим. Хорошо. Мы должны для себя определить это. И мы должны идти по пути примирения. Вот первый шаг, самый главный. И вообще все шаги, которые сейчас должны быть, это шаги должны быть направлены на примирение. Понимаете, не закон, вы знаете, вот этот абсолютно идиотский закон, но... Закон оккупации. Он абсолютно необъективный, неадекватный закон об оккупированных территориях. Мы боролись против этого закона, я не знаю, долго. Ну, чего мы добились? Добились того единственное, чего мы добились. Просто смешно, что сейчас нас за пересечение границы в тюрьму не сажают. И то не сражают. На первый раз трафуют, а потом опять могут посадить. Это абсолютно неадекватный закон. Но вот удалось добиться только этого. То есть там колоссальное количество неадекватных мыслей, неадекватных предложений, вообще дух и буквы. Не только этого, всех законов должны быть изменены так, чтобы они стали адекватны существующим реалиям и служили справедливости. Только через справедливый подход мы можем начать переступить первый шаг. А первый шаг это что, к чему мы должны стремиться? К примирению, к тому, чтобы следующие поколения не росли во вражде, отчуждонными от рук. Не надо растить враждующие поколения. Вот те шаги, которые нам сейчас нужно решать. Мы должны об этом говорить. А вот визит Инашвили сейчас в Абхазию? Это был гуманитарный визит. Я говорю прямо, это был чисто сейчас. Я смотрел и абхазские СМИ, там, слушал. Ну, вы поймите, если кто-то хочет сказать, что вот это поедельский визит, он всегда так скажет. Если кто-то хочет сказать, что это экономическое, он всегда так скажет. А я говорю, это был чисто гуманитарный. Я был организатором этого. Не знаю, какое слово использовать, организатором. Или обеспечил, или, не знаю, способствовал этому визиту. Трудно мне сейчас подобрать слово. Я через своих друзей в Москве, ну, в России вообще, в Москве, там, в Питере, ну, через своих друзей в России я способствовал тому, чтобы... Это очень большая икона, икона Пресвятой Богородицы, икона Милующая, очень известная. Она почти метр восемьдесят в высоту и метр восемь из ширины. Кто писал? Это икона, неважно, это большая икона Пресвятой Богородицы, на этой иконе, кстати, изображена Богородица, изображен Евстафий Плакида и Евстафий Апсиль. Евстафий Апсиль – это как раз покровитель Абхазцева. Евстафий Плакида – это римский полководец, великомученик, первый великомученик. В честь него был Апсиль назван Евстафьем. Евстафий Апсиль и Евстафьем был назван как раз в честь Евстафия Плакида. Вот, поэтому, ну, там, Святой Георгий, в общем, это такая очень красивая, очень хорошая, добрая икона. Я очень надеюсь, что, начиная вот эта икона, она должна такой мир принести нам всем мир и способствовать тому, чтобы вот мы начали как-то не отторгать друг друга, не воевать постоянно и злиться на друг друга и как-то разрывать, а вот пошли бы по пути какого-то примирения и успокоения всего этого и пришли бы к такой, для всех приемлемой справедливости. Для того, чтобы все вопросы, те вопросы в первоочередные, о которых я говорил, они были бы решаемы. Вообще, это не первый, кстати, я давно могу вам сказать, что в 2008 году я был, я и Ермай Инащуили, мы были в Сухоми, тогда был президентом Сергея Багабш, и тогда тоже у нас даже договоренности были. Договоренности тогда мы говорили как раз о том, чтобы вот надо начать процесс примирения, появились какие-то договоренности, там потом мы должны были, уже 40 человек мы должны были в Абхазии приехать, статьи даже были, и у меня есть, сохранилась статья, кстати, абхазских газет на эту тему, к сожалению, сейчас со мной у меня, с собой у меня нет этой статьи, но она у меня есть, эта статья, где как раз было о том, что там на Дидрипшскую гору мы взойдем, там проклятие будет снято, ну, в общем, там был очень такой хороший разговор, но, к сожалению, потом вот, это было в мае, а уже в августе произошли там с Хейнвали, для меня очень трагические, очень неприятные события, я уже повторю, что правовую оценку всему этому надо давать, так что вот эти дела как-то, они на долгие годы оттянулись, но нам нужно по пути примирения идти, отношения должно быть, правильное отношение. А Ерма встречалась там с кем-нибудь из высоких чиновников? Нет, никакой политики вообще не было, вообще не было никакой политики. С абхазцами по национальности? Я говорю, не было никаких ни тайных, ни публичных, никаких политических встреч, вообще никакой политики не было. Вы на этом, что сейчас требуют отставку там какого-то чиновника, какого-то помощника? Никакого отношения не имеет он, это была чисто гуманитарная акция, Ерма и Георгий Ломи, они переехали, перевезли икону, привезли ее в Элори, не было никакой политики вообще, и этот человек тоже не имеет к этому сейчас, никакого отношения, все это, ну неправильно это все. А сама церковь и народ как воспринял? Хорошо, хорошо, но икону почему должны воспринять? Ну, конечно, да. Почему должны? Здесь не было никаких целей, и тем более, тем более, Ерма не переезжала оттуда в Сочи, и Путин не давал ей в чемодане денег, тем более. Поэтому, ну, это просто глупость. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. Ну, понимаете, ну, мы с вами хорошо понимаем, что такое пиар и анти-пиар. Хорошо понимаем. Поэтому иногда анти-пиар, или так называемый черный пиар, превращается в пиар. Вы знаете, отношения... Да, очень глупо это все делается. Ну, у Ермы не должно быть никаких проблем. Я со всей ответственностью вам говорю, что в те годы, когда были вот трагические военные действия шли, для нас это братоубийственная война, сейчас хотя разные оценки существуют этого, я вам говорю со всей ответственностью, что, значит, вот во время этих трагических военных действий был случай, когда... Ерма просто журналистка, она журналистка. Был случай, когда старейшины абхазские, старцы абхазские, очень пожилые люди, семь человек оказались на той территории, где грузинские военные войска были расположены. Ну, я не знаю, войска, в общем, военные. И как раз Ерма всех этих людей посадила в автомобиль, она где-то достала автомобиль, посадила и перевезла их на ту сторону, где были абхазцы, и передала их абхазцам. Почему это рассказывают? Что было видно и понятно отношение. Какое отношение у Ермы... Это... Я отвечаю за каждое слово этого факта. И там было семь человек, это были известные люди, и их... Ерма, вот как раз именно Ерма, и перевезла их на ту сторону, где стояли абхазцы. И потом вернулась. Так что отношение совершенно другое. И вот это отношение мы все эти годы как-то сохраняем. Я повторяю, что нужно найти самое правильное, самое справедливое решение для всех этих проблем. И надо двигаться по пути примирения. Вот. И я уверен, что большинство грузинского общества тот факт, что нам нужно примирение, нужен мир, оно однозначно понимает. Естественно. Я сомневаюсь, что оно не понимает. Но я повторяю, единственное, о чем я сожалею, о том, что наше общество не ведет публичных дискуссий на эту тему. Чтобы мы все определились и окончательно сказали в целом, чего же мы хотим. И чтобы мы все окончательно вот таких совершенно больных и очень нехороших людей, как Саакашвили, как Букерии, всю эту спекулянтскую массу, включая хозяев там где-то, навсегда бы от нашего общества отвергли, изгнали бы из нашего общества. Вот так бы я сказал. Хорошо. С вашего позволения мы уже переходим на грузинский язык, потому что нам не позволяют вести сначала до конца передачу на русском языке. Это тоже вот... Вот сам факт, представьте себе, что нам разрешают только полчаса говорить на русском языке. То есть, понимаете, вот сам этот факт, что комиссия по коммуникациям никак не... Мы в парламенте этот вопрос ставили. Понимаете, вот комиссия по коммуникациям, она говорит, что полчаса это максимум, что в день может быть на русском языке передача. Мы даже эти полчаса, когда мы говорим, все равно нарушаем. Они знают, что требуют? Они требуют, чтобы мы, говоря на русском, при этом сейчас здесь должен сидеть человек, который параллельно переводит на грузинский язык. То есть, даже полчаса, когда мы говорим на русском, без перевода параллельно уже считается нарушением. Но полчаса истекли. И это тоже глупость, турасть и несправедливость. Продолжение следует...